Приветствую вас! В этом видеоуроке я расскажу, как выдать предмет с другим именем, инструмент, который сможет ломать определенные блоки и блок, который можно будет поставить на определенную поверхность. Такая уж тавтология. Сразу хочется подметить, что в Майнкрафте Покеда Вишн не имеется тега для команды Give, который изменял бы имя у предмета. Поэтому мы это будем делать с помощью механизма, который находится у меня за спиной. Абсолютно так же можно зачаровать этот предмет, но я этого в ролике не покажу, с этим вы уже справитесь сами. Для всей работы нам понадобятся три команды блока, сундук и наковальня. Для начала пропишем вот такую вот команду Give. Она выдаст 7 игрокам железный блок в количестве 1 штука с тегом Minecraft can place on, то есть может быть установлен на блок и перечисляются блоки, на которые может быть установлен. К примеру я выбрал травму. Беря эту команду в пример, вы можете заменить блок, который будет выдаваться и блоки, на которые можно будет поставить этот блок. Снова тавтология. Нажимаем Enter и этот блок выдается. Давайте проверим. Заглядываем в интерн, наводимся и видим, что он может быть поставлен только на травму. Теперь вы у меня спросите, как его переименовать через ту же команду. Никак. В Minecraft Pocket Edition еще не добавили эту возможность. Но есть и другой способ. Для этого уже полученный предмет вложим в наковальню и переименовываем как хочешь. На время забываем и переходим к самому механизму из трех командных блоков. В первом командном блоке у нас находится вот такая вот команда. Относительно ближайшего игрока клонируется сундук на координаты этого игрока. А в сундуке у нас лежат уже переименованные и созданные с помощью команды GIF вещи. Дальше сверху командные блоки цепи работают всегда при условии, относительно ближайшего игрока будет ставиться блок воздуха по его координатам. Туда же, куда и ставится сундук. Точнее клонируется. И еще один командный блок, который просто будет убивать item chest, то есть сундук. И дальше команда, которая выдаст нам железный топор в количестве 1 штука с тегом Minecraft can destroy, то есть может разрушать. И также выбраны блоки. У меня это снова трава. Нажимаем Enter и проверяем. Вот нам выдался топор, который может сломать траву. Соответственно, теперь мы его также берем и переименовываем. Как только все готово, уложим все на место. И вот такие предметы у нас есть. Прописываем GameMode 2. И нажимаем на кнопку. И как мы можем видеть, нам выдаются предметы. Соответственно, железный блок может быть поставлен на траву, а рычаг только на железный блок. И этот топор ничего не может ломать, кроме травы. И таким образом у нас получается, можно сказать, закодированные предметы. И при этом переименованные. Спасибо вам за просмотр. Если я вам помог, поставьте лайк. Всем пока.